Кто хочет продиктовать набор из нескольких цифр? Цифры тоже бывают более единицы. Один, ноль, один, один, ноль. Так, замечательно. Еще кто-нибудь? Пять. Пять не бывает. Бывают только цифры более один. Один. Один, один, один. Один, один, один. Отлично. Кто-нибудь еще? Давай. Один, один, ноль, один. Сколько? Один, один, ноль, один. Ноль, один, еще. Один, один, один. А что ли оба? Да, пожалуйста. А вот теперь быстро переписываем эту тетрадь. Я сейчас сотру, а важно, чтобы у вас осталось, но Коля не показывает. То есть Коля сейчас придет, ему, пожалуйста, не показывайте. А я сейчас беру тряпку и буду стирать. Но только после того, как вы скажете, что все переписали. Быстро. Ваша цель отгадать, по какой системе я буду уничтожать цифры. То есть смотрите, вот у нас есть шесть строчек. Случайные строчки цифр. Понимаете, я скоро договорился, по какому правилу я это буду делать. Так вот, я сейчас несколько из этих цифр сотру. В каждой строчке сотру ровно одну цифру. И он замечательным образом это все восстановит. Такая цифра. Согласны, что я достаточно четко затер? Да. Так, замечательно. Замечательно. Ну, например, здесь сотру вот эту. Ну, какую вам еще стереть? Например, здесь вот эту. Например, здесь вот эту. Позовите Коля. Коля. Так, никто не выдает тайну, главное, ребят. Отгадал? Да. Спасибо. Заметьте, вы диктовали строчки разной длины. То есть я не мог, что называется, настроить его на конкретную таблицу. И уверяю вас, если строчка будет жидко-длинная, все равно он сумеет отгадать. Да. Так, с этого момента началась математическая задача. Написана строчка из нескольких рулей. Помощник фокусника зачеркивает, то есть делается абсолютно невидимое, как я, да, стирает его мокрой тряпкой, зачеркивает одну по своему желанию цифру. Вы должны объяснить, как же так может случиться, что фокусник отгадывает эту самую цифру. На самом деле, ребята, решений огромное количество. Тот способ, который применял Коля, вовсе не является единственным. Так что вам не обязательно анализировать наш способ. Можете придумать свой, но придумайте. Задача в оптимации, кстати, несложная. Если строчка длины один, то, конечно, когда мы эту единственную цифру сотрем, восстановить будет нельзя. Все-таки, когда я говорил, продиктуйте строчку, я должен был сказать так. Продиктуйте строчку, состоящую более чем из одной цифры. А вот если строчка состоит больше, чем из одной цифры, тогда можно? Да. Нет. Восстановить случайно, это называется невосстановительным. Понимаешь, с вероятностью одна-вторая, про любую математическую теорему, любой детсадовец может сказать, верна она или не верна, да? Просто говорит на удачу, либо да, верна, либо нет, не верна. Но это совершенно неинтересно, это неинформативно. Важно, что Оля не ошибся неравным. И это была не случайность. И никакие там сигналы... Да, кстати, вообще фокусники очень часто используют такую вещь, что, например, когда входит, то там ассистент стоит в том месте или в том месте. Или там ассистент поднял руку, ассистент опустил руку. Ну и так далее. Можно найти массу способов передавать информацию на сцене. Так вот, эта задача не о том. Я не занимался никакой передачей информации. И никогда пальцем не подрыгивал, там, головой не подвигивал, ничего такого не было. Подсказка. А если вы математикой, то вы не будете решать задачу сразу для большого количества цифр. Вы сначала рассмотрите... Какой случай? Ну, все-таки... Какой длины последовательности? 2. Из двух цифр. Какие бывают последовательности из двух цифр? Так вот, ребята. Если сейчас придумать способ для этих четырех последовательностей решить задачу, то на самом деле мы задачу решим и для всех. Объясняю почему. Потому что можно просто всегда зачеркивать либо первую, либо вторую цифру, а остальные вообще не трогать. Зачеркивать любую из этих двух цифр. Придумайте способ. Вторую цифру. Это беда. Потому что если вы зачеркнете вот здесь это и здесь это, останется ноль и зачеркивает. Ноль и зачеркивает. И не разберешь. Да? Мне кажется, он берет сумму цифр самого большого числа. Самый большой. Ну, да. Да. Нет, нам же дали только одно из них в четырех. Мы не знаем, что это самое большое. Бессмысленно. Нам дали какую-то одну из этих строчек. И мы в ней должны зачеркнуть. Вот так же, как с ним. Потому что не обязательно нам ждать третью строчку. Могли дать только две цифры. Вы должны сказать, что зачеркнете. Вы должны выйти и тряпкой сделать четыре движения. Есть четыре строчки. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Надо зачеркнуть в каждой из них ровно одну цифру, так настоящую, чтобы не было видно, что там было написано. Чтобы по этой полученной записи однозначно восстанавливалось бы исходное. Продолжение следует...